А вы ездили на такси с водителем-дипломатом. В Караганде выпускник факультета международных отношений предпочел лощенным кабинетом, любимую легковушку и вокал. Молодой таксист поет своим клиентам песни, угощает их в дороге и даже придумал трюк для самых маленьких пассажиров. Причем все в строгом соответствии с правилами дорожного движения. С необычным карагандинцем сегодня проехала и наш корреспондент Юлия Волкова. Для детей, чтобы их удивить, купил вот такую штучку. Вешаю ее вот так вот и потом... Михаил Аужанов не просто таксует, а делится хорошим настроением. По специальности он дипломат, окончил факультет международных отношений. Говорит, перегорел. Пока размышлял, кем реально хочет работать, сел за баранку. Сначала напевал в такси по дороге к клиентам, но однажды решил спеть одному из карагандинцев для настроения. Человек ушел с улыбкой, а Михаил решил предлагать людям песни в дороге. Кстати, вокалисты за рулем есть в разных регионах. Иногда люди думают, что попали в телешоу. Клиент начинает вот так вот смотреть в разные стороны, а потом еще спрашивает, где камера. Я говорю, это все не на камеру, это все вживую, это все для вас. Я не хочу этим зарабатывать, я просто хочу сделать вас счастливее. Вот и все. Пою в основном русский рок, это король и шут. А так у меня дополнительно есть армейские, советские, военные. Я могу даже на казахском спеть. И когда государственные праздники проходят, я предлагаю людям даже спеть гимн. Сейчас почти половина клиентов Михаила предпочитают музыкальное сопровождение. Некоторые даже подпевают. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по велосипеду. Тем, кто дружим, не страшны тревоги. Нам любые дорогие дороги. Есть в такси и другие приятные бонусы для удобства людей. Самое первое, что появилось, это конфеты. Просто начал всех угощать. Салфетки, потом появились влажные, сухие, потом еще антисептик положил. Антисептиком почти не пользуются. Один раз в год. Зарядки все, какие только можно. Был бы кофеаппарат какой-нибудь недорогой, конечно, поставил бы, угощал бы с утра людей кофе. Карагандинцы считают, что пример Михаила показателен для всех таксистов. Не секрет, что клиенты нередко жалуются на грязные салоны, что водители спорят с людьми и иногда переходят на личности. Бывает хамят, бывает со мной даже не здороваются, не прощаются. А тут так, ну, необычно, что и с тобой поздоровались, и поболтали, и тебе спели, и конфетками угостили. Вот, я считаю, это замечательный пример. Вот такие маленькие детали, они очень сильно меняют течение дня. И вот эти вот положительные, добрые моменты, они как бы заряжают тебя на весь день. Вот эти вот моменты, мне кажется, может каждый из нас перенять, ну, особенно таксисты. И я думаю, что в целом это способно, ну, поднять культуру. Грохочет гром, сверкает молния в ночи, а на холме стоит безумец и кричит. Сейчас поймаю тебя в сумку и сверкать ты будешь в ней. Мне так хочется, чтоб стала ты моя. Михаил уверен, что каждый может изменить этот мир, начав с себя. Он относится к людям с добротой и уважением, и все это возвращается к нему. Михаил нашел свою любовь. Это одна из клиенток. Мне сразу показалось, что это очень интересный человек, что таких вот надо брать за ноги, за руки и к себе в круг общения втягивать. Может быть, были люди не те, а тут как-то взял и влюбился. Нечаянно. Лиза была покорена душевной поездкой, голосом и чувством юмора Михаила. Молодые люди обменялись телефонами и теперь все свободное время проводят вместе. Юлия Волкова, Иркиолан Тойболдин, Первый канал Евразия.